всем привет сегодня мы будем делать настройка гаммы в интернете такого видео вы не найдете я решил его записать для начала нам нужно какую-то сцену в данном случае вот такая вот ночь на которой будет более понятнее как это все работает и текстура текстуру у нас с некоторыми прозрачностями но она приложена в описании будет вместе с проектом так также нам необходим еще виджет в котором мы помещаем эту текстуру и две клавиши плюс нужен еще слайдер давайте слайдером еще сюда мы затолкаем так слайдер я делаю по ширине по высоте чуть отступы небольшие добавлю так бар давайте сделаем пошире сделаем кнопочки побольше так это у нас image size так ширина достаточно 15 значит высота будет 30 достаточно ну и здесь мы также сделаем далее что нам необходимо нам надо настроить этот свайдер во первых вообще гамма настраивается в значениях до 5 возможно я конкретнее это не знаю но я в основном ставлю где-то в районе 3 целых три десятых то есть максимальное значение будет 3,3 минимальное значение я выставлю одна целая одна десятая но там можно практически до 0 я минимально давайте 13 поставим написал 17 ну и валью это у нас стандартное значение да то есть мы можем выставить середину а середина у нас является 2 и 2 то есть 1 и 3 можно даже 1 и 2 написать и при 3 3 3 2 вот чтобы он реально был посередине то есть 2 и 2 это стандартное значение она вот всегда при запуске вообще движка и компьютера теперь а степь сайс давайте выставим 0 целых одна десятая чтобы нам было корректнее все это сдвигать его так из фрей был а то что-то у меня выключился и нам нужно он change он валью change то есть на ввод значение которое мы передвигаем вот на этот мы будем как раз ки здесь выставлять значение необходимо также мы создадим переменную назовем ее просто гамма тип будет флоут и теперь нам необходимо записать то есть вытаскиваем на сайт записываем наш слайдерское значение в эту переменную и давайте сразу заодно слайдер вот сюда в бинт добавим на наш переменную гамму чтобы она сразу автоматом здесь помещалась ну и нам надо кстати компайл и написать 2 и 2 чтобы она была изначально 2 и 2 теперь при изменении слайдера мы должны подавать то есть ну когда мы уже отпускаем у нас принимает значение и соответственно мы выполняем какое-то действие давайте сначала покажем print string да то есть посмотрим какие значения на уровне я в blueprint уровня добавил показ этого виджета и показ мышки также на буквы z я сделал чтобы вот эта часть отрабатывала то есть показывался виджет ну и мы также можем сделать на begin play показ этого виджета так теперь давайте запустим вот сразу загружается нас виджет и и слева вы увидите значение которые он принимает максимальное значение 32 минимальное значение 12 середина у нас но где-то вот 2 и 2 примерно должно быть теперь надо настроить клавиши далее и сброс теперь выбираем клавиши далее но это у нас просто будет закрытие виджета и давайте get player controller то есть мы просто отбираем контроль мышку так скажем курсорчик чтобы мы могли играть но естественно если вы будете все это настраивать в менюшке вам это вы уже сами понимаете что это поминает это чтобы мне проще было сейчас запустить так и я закрываю наш виджет remove from parent далее давайте на сброс сделаю делаем он кликит но и здесь мы можем просто записать сет гамма до на 2,2 но чтобы сразу он раскатывал на значение необходимое теперь снова проверяем у нас значение 1,4 да нажимаем далее давайте сначала сброс у нас значение 2,2 сразу стало то есть из-за того что мы выставили в свайдере бинт нашей переменной когда мы значение переменной изменяем она уже здесь автоматом меняется ну и далее мы проходим уже саму игровую часть ну а теперь перейдем к самому изменению а здесь все просто нам нужно вызвать консольную команду давайте консольную команду вызовем append и теперь значение b мы подадим наше значение гаммы начало строки у нас будет слово гамма все просто и пробел то есть значение вот как здесь написано прописывается допустим гамма 2 и 1 делаем compile и давайте проверим как видите у нас гамма меняется надеюсь это захват передает да передает то есть мы выкручиваем 1 и 2 у нас все темное даже вот в середине вот этот логотип он просто исчезает ну как во всех больших играх в принципе все также настроено единственное это я текстуру сам создавал я не знаю может быть она некорректно и давайте посмотрим как у нас все в игре это я поставил значение определенное да да переменную нам нужно сохранять потому что мы когда закрываем виджет он автоматом сбрасывает до дефолтного значения переменной ну естественно я это сейчас показывать не буду как сохранять вы уже надеюсь это все знаете теперь давайте выкрутим практически максимально давайте на минималке пробежимся по уровню как вы видите практически очень все темно тот угол темный здесь темно давайте выкрутим значение почти максимум и здесь все стало очень светло то есть мы изменили гамму давайте снова выкрутим минимум и пробежимся вокруг дома если мы отсюда будем смотреть дом уже здесь закончился мы ничего не видим если мы выкрутим в определенное значение вот мы уже видим дом и здесь уже практически становится светло то есть здесь уже все видно вот так это все работает также не забываем что в данном случае я на blueprint уровня также выставил еще изменения то есть смотрите на event and play то есть я ставлю такую же консольную команду и задаю значение гамма 2 и 2 сразу же потому что если я выключу вот это это обязательно при закрытии игры вам нужно выставить дефолтное значение 2 и 2 иначе смотрите если я его не буду подключать запускаю какие-то изменения делаю да допустим вот в темную сделаю далее все как будто поиграли мы игру начали закрывать а у нас экран тоже решил слишком потемнеть ну для этого нам необходимо заново все подавать то есть вот это обязательно значение нужно и если мы его будем выполнять при завершении игры или же допустим уровня проблем никаких не будет на этом все до скорой встречи всем пока